Вообще меня поражает то, почему россияне, вот у Людмилы нет света, почему, а вот уголки есть, да, почему россияне снова решили атаковать именно нашу энергетическую инфраструктуру. Вот как может вообще, вот как эта логика может срабатывать у людей в голове? Вот объясните мне эту логику, ну пожалуйста, ну хоть как-то. В прошлом году было понятно, была поставлена цель, предложил, я так понимаю, Суровикин, как мы помним. Помните такого лысого хмыря Суровикина? Все уже забыли, что он был. Но был такой Суровикин, и он сказал, а давайте мы выкурим украинцев из их страны тем, что мы разобьем все их электростанции, все их трансформаторные подстанции, все их провода там и так далее, и они уедут, потому что они замерзнут и уедут. Потому что у них не будет электричества, у них не будет связи, они не смогут там жить физически, они будут умирать в больницах, умирать на операционных столах, умирать под неработающими аппаратами искусственного дыхания, и постепенно все уедут, сказал Суровикин. Путин, естественно, одобрил, Песков одобрил, все одобрили, и стали это исполнять. Исполняли. И тогда это было очень серьезно, очень опасно. Ну, безумной опасности уровень был тогда у нас. Прошлая зима была страшной, реально страшной. Но по внешнему впечатлению это мне напоминало все, что я видел в картинке блокадного Ленинграда. Это не был блокадный Ленинград, потому что не было голода, например, но картинки были такие. Вот эта тьма тьмущая бесконечная. И тогда у них были на это ресурсы, у россиян, огромные запасы ракет, достаточно много самолетов, а главное, у них была зима. Их союзникам была зима, когда энергопотребление очень высокое, когда чинить провода очень трудно. Но кто бы мне объяснил сейчас, почему они, во-первых, решили все это повторить вдруг ни с того ни с сего, а во-вторых, сделать это летом, ну, по крайней мере, поздней весной. Это почему? Ну, вот как работает черепная коробка у этих людей? Нет, слава богу, слава богу, что они тратят на нас так нужные ракеты. Это спасает, на самом деле, наших военных, что они не тратят эти ракеты на наших военных, не тратят их на аэродромы, где скоро будут F-16. Это хорошо. Они за последние два дня уже напуляли этих кинжалов, просто, ну, такой запас-то серьезный, там, треть всего своего запаса, я думаю, расстреляли по кинжалам. Ну, кто-то же должен был это придумать, да, прийти, Владимир Владимирович, а я подумал, а давайте еще раз им энергоструктуру уничтожать. И Путин такой, вот, Сережа, молодец, классная история, слушай, точно, говорит, Кожугеточ, как-то я, говорит, сразу сам не сообразил, а ведь давай еще раз попробуем энергоинфраструктуру. Ну, раз тогда не получилось, сейчас же лето самое время. Вот как у них это все работает там в голове? Как? Как? Мне даже сегодня вспомнился один монолог на эту тему. Вот Машуня тоже из Харькова, приветствую, Машуня. Привет, что ты с микрофоном? Да нет, это я сам хреплю, все нормально у меня с микрофоном. Значит, мне вот сегодня даже вспомнился один монолог. Ну, давай я тебе что-нибудь поверну как-нибудь, не знаю, ну, вряд ли это поможет, в общем. Я думаю, что звук искажается, безусловно, Ютубом, поэтому я не могу ничего сделать. Монолог этот, кто помнит такого человека, Ян Левензон из одесской команды КВН. И когда одесская команда КВН, в принципе, появилась на сцене, то Ян Левензон прославился монологом, где он говорил красиво, красиво, с зеркалом, кто помнит, ну, ветерана КВНа помнит, выступал с таким монологом. А потом, когда Ян Левензон стал командой КВН Израиля, то я там уже выступал, он выступал у нас с таким же аналогичным монологом, как бы такой пасхалкой на тот предыдущий монолог, только говорил, я раньше думал, что сила в красоте, а оказалась в глупости. И рассказывал он тогда про войну в Персидском заливе, когда советские ракеты, СКАТ, стреляли по Израилю. Кто продал Ираку эти ракеты? Те же самые люди. Но кто делал для них прицелы? Тоже они. И что в результате? Эти ракеты никуда не попали. Глупо? Глупо. Зато мимо. Ну вот такое. Вот сейчас то же самое мне примерно откликается. К сожалению, они попадают тоже, убивают людей тоже. Ну, в общем, сегодня ночка была та еще, как говорится, тяжелая, сложная была ночь. Вот лично для меня я вам скажу. Я вчера вечером с вами пообщался. Вообще вчера весь день про ракеты много разговаривал с друзьями. Не только в эфире, я имею в виду просто с друзьями. Общался про ракеты. Мне звонили, потому что переживают тоже за меня люди во всем мире, мои друзья. И вот после нашего с вами разговора смотрю, летят перелетные Ту-95. Об этом сообщает Николаевский Ванек, Монитор, другие телеграм-каналы. Летят сволочи, летят утки, летят и два гуся. И у меня что-то паника началась. Прям ночью такой сижу, все, летят, сейчас ракеты. Во-первых, у меня было желание снова устроить стрим из-под ракет, но я подумал, это будет как-то, извините, маниакально навязчиво, что ли. Маниакально навязчиво. Типа, ну вот этот Шетельман уже достал. Он как бы в пятницу выпустил выпуск с утра, в днем в смысле. Потом вечером стрим устроил из-за этого крокуса. Вчера, значит, ну вчера в субботу вечером опять стрим устроил, так ночью он опять в стрим. Куда он лезет из всех щелей, сказали бы вы. Я решил вам не делать стрим, а просто в телеграме отметился, в фейсбучике отметился. Кстати, как мне кажется, хорошей шуткой я отметился, что вот Хамас, Хизбалай и Талибан уже выразили соболезнования Российской Федерации, а мы все никак между ракетными обстрелами не успеваем это сделать. Вот хорошее сообщение прислала Алена Данилова. Алена Данилова пишет, графика еще нет в Харькове, это графика отключений. Первая мысль, когда лег интернет, была, неужели Шетельман не наберет 400 тысяч подписчиков? Видите, как Алена за меня переживает, что я не наберу 400 тысяч подписчиков к 1 апреля. Алена, наверное, не наберу, потому что мало кто хочет на меня подписываться, мало-мало. Просто откровенно мало, 392 тысячи подписчиков, а осталось всего 7 дней до конца месяца, 7. А тысяч нужно 8, для того, чтобы стало 400 тысяч до конца месяца. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, кто сколько может. Спасибо вам, Алена, что заботитесь обо мне, и что первая мысль обо мне, и поставьте лайк, конечно. Но, значит, про Харьков я поговорил, про Львов, про ночную атаку. Я, в результате, не смог спать, честно скажу. Вот у меня прям такая началась легкая паника ночью. Ну, как-то они достали реально с этими атаками. Я сидел, слушал эти взрывы, когда ПВО наше работало в Киеве. И только после этого смог лечь поспать. Давно со мной такого не было, чтобы я прям не спал, не ложился спать из-за ракетной атаки. Но выматывают они нервы, выматывают, слушайте, выматывают, ничего не могу сказать. Еще одна мысль пришла мне в голову, несколько мыслей пришло мне в голову. Вот смотрите, Хамас, я сейчас не шучу насчет того, что Хамас, Талибан и Хизбалла выразили соболезнования Российской Федерации. Хороший список, достойный, правда? Вот если вам выражают соболезнования Хамас, Талибан и Хизбалла, вам стоит задуматься. Может, с вами что-то не так? Ну, правда же? Я вообще никогда не слышал, чтобы Талибан кому-нибудь соболезнования выражал. Или Хизбалла. А тут вот, да, нашлись друзья, верные друзья, группа верных друзей. Д'Артаньян и три мушкетера, это в смысле Российская Федерация, Хамас, Талибан и исламский джихад. Д'Артаньян и три мушкетера. Хамас, извините, Талибан и Хизбалла. Но вот такая веселая семейка образовалась. И они друг другу соболезнования выражают. Но это как бы, если мы над ними будем стебаться, с одной стороны. А с другой стороны, вот смотрите, в России произошло событие. Событие трагическое. Событие, когда погибли мирные люди. Их были убиты действительно террористами. Это правда в любом случае. Сейчас мы разберемся, чьи это террористы. Это спорный вопрос. Может ФСБ, может ИГИЛ, мы не знаем. Как выяснилось, ИГИЛ, никогда ИГИЛу не было так трудно доказать, что это он совершил теракт. Правильно? Раньше все с радостью все на него списывали. Но я подумал, ну вот у Российской Федерации, будь она государством хоть с какой-то башкой, с какой-то черепной коробочкой, ведь была, была возможность уникальная. Вот Россия была страной-убийцей на протяжении двух с лишним лет, если брать только полномасштабную войну. Страной, устраившей, ну давайте, массовые, массовые, массовое уничтожение людей. О чем даже ООН докладывает. Я вам ООНовский доклад кратко зачитывал, небось замучил вас, потому что было занудно. Простите. Но очень трудно, когда переводишь с английского. Вот я сижу, я же не могу заранее перевести весь доклад, 50 страниц. Я сижу, по-английски читаю, вам перевожу. И сейчас в России вдруг был шанс все перевернуть, устроить Пурим, Пурим. Сегодня праздник Пурим, вот он сейчас на исходе, кстати, он закончен уже или нет. Даже не знаю, исход Пурима во сколько, сейчас вам скажу. Исход Пурима, исход Пурима в Киеве. Ну-ка, 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 Пурим. Нет, не написано. Ну, неважно, ладно. Короче, вот он сейчас минуту на минуту. И это возможность перевернуть все, повернуть карму полностью. И россияне могли представить себя жертвами, жертвами исламского терроризма, ИГИЛа. Помните, когда жертвами ИГИЛа, исламского террора, стала газета, журнал «Шарли Бдо» со своими карикатурами, то весь мир цивилизованный, вся Европа, съехались в Париже. И вот Ангела Меркель, кто там еще был, Оланд, по-моему, тогда был президентом Франции, и множество других людей, взявшись за руки, шли по Елисейским полям, маршировали с надписью «Я Шарли». И сейчас страшный теракт, массовое убийство в Москве. И если это делает ИГИЛ, у России был шанс стать жертвой. Шанс стать жертвой. Добиться того, чтобы в Москву приехали какие-то тоже лидеры, и тоже прошлись по улице с надписью «Я Москва», «Я Крокус». Анна Михайла Батарейки, я не могла написать «Сочувствую». Нет, привет, с Киева, дякую. Ну, ребята, по поводу звука, слушайте. Это YouTube что-то делает, у меня просто нет методов, простите. Попробуйте, не знаю, на минуту назад откатать и смотреть на минуту позже. Может быть, что-то исправится. Бывает такое, да, что вот вы сейчас смотрите меня в прямом эфире, если вы меня смотрите в прямом эфире, и у вас испорченный звук, там внизу пододвигаете на минутку назад и смотрите с минутным отставанием, и все будет нормально со звуком, я уверен. У меня нет инструмента это исправить. Это YouTube так транслирует звук. И вот у России был шанс показать себя жертвой исламского террора. И действительно, ведь первые страницы газет на следующий день после теракта в Крокусе были посвящены вот этому. Террор ударил ИГИЛ по России, столько жертвы, ай-яй-яй, какой ужас. Но вы знаете, вчера, точнее как сегодня, в России день траура. И я знаю только про одну страну, где что-то в связи с этим произошло. Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах на здании местной нефтяной компании вывесили российский флаг, нарисованный в виде светящих лампочек, российский флаг. Но это только одно такое место. Одно. Почему? Потому что когда у тебя траур, а ты в этот же момент пытаешься убивать своих соседей, у тебя траур по погибшим, по 130 или 150 погибшим, и ты отмечаешь траур чем? Обычно люди в траур это со скорбными лицами ходят и про свирки жуют. Они ракетами со стратегических бомбардировщиков пытаются убить как можно больше жителей соседней страны. Кто поверит, что у тебя траур после этого? Ну вот кто поверит тебе, что у тебя траур? Какой у тебя траур? То есть силы бомбить Украину у тебя есть? И после этого у тебя траур? Серьезно? Да ладно. Вот правда? Поэтому они меня поразили. Они меня поразили своим, своей вот этой глупостью такой, тупизной. Знаете, ну это тупо. Ну воспользуйтесь вы. Ну вы все равно там понятно, что вы сидите звери и убийцы. Сомнений же нет, кто вы такие. Ну воспользуйтесь. Когда у вас есть момент притвориться волком в овечьей шкуре, момент такой был. Благодаря тому, что на вас как бы напал ИГИЛ. И вы можете заслужить какие-то соучастия, сочувствия, соболезнования. Глядишь, какие-то новые санкции будут против вас сегодня некрасиво вводить. Ведь вы же жертвы. А нет. Тут же выставляете себя зверьками какими-то. В плохом смысле этого слова. Тут же начинаете убивать. Мне кажется, это какая-то уже политическая безмозглость. Тут такой диагноз. То есть это нельзя даже назвать ошибкой. И это значит, что просто упоротые какие-то человеки эти там сидят руководят. Вот и все. Пуя воспользовался. Так нет, Инди. Инди не воспользовался. В том же свое дело. Не воспользовался. Он пытается, этот самый Путин, он пытается повернуть в то, что это Украина. Мы вчера с вами это обсуждали. Это другое совсем. Он не пытается цивилизованному миру сказать, смотрите, мы все вместе должны быть против исламского террора. Не, нифига. Он сам напоминает. Он просто сегодня взял и ночью всем напомнил. Ребята, я тоже террорист. Поэтому логично, что мне выражают соболезнования террористы. Потому что я террорист, они террористы. Мы одна группа. Мы одна банда вообще-то. Он должен был, знаете, с ответным словом к ИГИЛу выступить. Братья, вы что, рамсы попутали? Мы же с вами вместе во всей этой истории. Я террорист. Вы террористы. Как сейчас-то? Сделайте уровень громкости микрофона чуть-чуть меньше, Михаил. Вы говорите, чем поэтому резонирует мембрана микрофона. Ну, странная история, Лена. Ну, давайте я подрачу секунд 30 на то, чтобы действительно сделать то, что говорит мне Елена. Я знаю, как это делается. Если поможет, значит поможет. Если нет, значит нет, дорогие мои. Ein Moment. Сейчас мы этим займемся всем. Я попытаюсь уменьшить мощность своего микрофона. Да, сейчас я все это честно сделаю. Вдруг поможет. Авось поможет. Ждите тогда меня, не расходитесь, пожалуйста. Я стараюсь. Так, 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 так. Нет, что-то мне. Блин, ну все. Сейчас я начну это искать, и вы все разойдетесь. Потому что вы устанете от того, что я тут все фигней занимаюсь. Правда? Ну вот. Гучность. Это та гучность. Выберить пристрой для размыв. Гучность чего? Это вид гучность. Ага. Ну давайте уменьшу. Давайте вот так попробуем. Дорогие мои друзья, пишите сейчас, стало ли лучше. Вот сейчас я изменил мощность микрофона. Стало ли лучше? Напишите мне, пожалуйста. Считаю. Я сейчас буду считать, а вы скажете, стало лучше или нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стало только тише. Я понял. А лучше не стало. Стало хуже. Вот так вот. Лучший враг хорошего, друзья мои. Давайте удовлетворяться тем, что есть. Простите меня. Я все вернул туда, где было. Все, продолжаем разговор по существу. На микрофон больше не отвлекаемся. Больше не отвлекаемся. Не первый ведущий хрипит в Ютьюбе. Что верно, то верно. Это не компьютер, поверьте мне. Это Ютьюб. Я прочитаю несколько ваших комментариев. Да, кстати, не зря я вчера вышел. Вы заметили, как я не зря вчера вышел на стрим? Я вчера что сказал? Какая у меня причина? Говорю, смотрите, я как увидел, что в Севастополе мы бомбим Севастополь. Я понял, ага, завтра у нас будет вот столько, про что разговаривать. Поэтому надо все срочно решить сегодня. Потому что завтра у нас будет Севастополь. Ну и действительно, давайте пару слов про Севастополь скажем все-таки. У меня есть, я выписал несколько ваших важных вопросов. Вы пока поставьте лайки. А я вспомню, что случилось, собственно, вчера в Севастополе. Вчера, во время нашего с вами стрима, мы разбомбили Севастополь ракетами Storm Shadow. Сколько их было? Ну вот Иван Яковин рассказывает, что их было 30 штук и сбито 10. Сам я не знаю. Обопремся на него, на нашего киевского аналитика Ивана Яковину. Не надо, кстати, критиковать российское ПВО. Во-первых, потому что мы всячески приветствуем промахи российского ПВО. Это раз. Вторая причина, почему не надо критиковать российское ПВО. Потому что ракеты Storm Shadow очень сложно сбить. Это самые современные, очень сложные для сбития ракеты. И тут дело не в том, что у России плохое ПВО. Может и плохое. Но у них просто нет методов против Storm Shadow. Это не крылатая ракета Х-101, которой мы сбиваем 87%. Это когда по всей стране. А когда над одним городом мы сбиваем 100%. А они не могут над Севастополем сбить. Потому что, да, действительно, британские ракеты Storm Shadow – это лучшее, что есть в мире. Так же, как и Таурусы и Скальпин. Лучшее, что есть в мире из этой категории. Из этой категории ракет. И очень сложно сбить. И вот куда мы попали. Пока этот список какой-то прям выглядит даже нереально большим. История первая. Мы попали, как вы знаете, в два. Ну, это вот тут то, что официально сообщило наше военное командование. Что мы попали в два корабля. Больших десантных корабля. Это большие десантные корабли. Ямал и Азов. Всего, значит, мы уже, получается, к пяти прибавляем. Шестой и седьмой. Большие десантные корабли. Правда, наше командование сообщило ведь как. Успешно уразили великие десантные корабли. То есть, не факт, что мы их утопили. Факт, что мы по ним попали, по этим большим десантным кораблям. Вообще, смешные названия, согласитесь. Я все время, так как одна из моих любимых книг и мультфильмов детства – это «Приключения барона Мюнхгаузен». Фу, что я говорю? «Приключения капитана Врунгеля». То моя любимая песенка «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Вот смотрите, корабли «Азов» и «Ямал». Почему они назвали «Ямал» корабль, который плавает в Черном море, я могу понять. Они на «Ямале» убили Навального. И они как бы празднуют успех в честь этого успеха. В честь того, что они смогли в тюрьме запытать Навального, они назвали корабль «Ямал». Можно понять. У них такие праздники. У них же не «Пурим», у них же вот «Навального» убили. Второй корабль «Азов». Ну вот в честь батальона «Азов» называть «Большой десантный корабль», по-моему, это политическая близорукость, которая дорого стоила российскому военному команды. Отдельно мы попали в этот самый пункт управления. Что значит пункт управления? Это штаб Черноморского флота, который раньше сидел в красивом древнем здании, который мы поразили этими же ракетами «Стороп Шедо» полгода назад, а сегодня мы поразили резервный штаб Черноморского флота, куда переехали офицеры из основного штаба Черноморского флота. Красиво, красиво. Теперь дальше. Что мы еще попали? Я вам сейчас зачитаю сообщение из русского телеграм-канала. То есть то, что они признают, не мы, они. Ну правда, единственное как, я буду сейчас стимбаться, вы уж простите, над невинно убиенными российскими военными. О, я стихотворение написал. Над невинно убиенными российскими военными. Стимбаться буду над невинно убиенными российскими военными тем, что я буду читать сначала оригинал текста, а потом менять его на наш лад, потому что, понимаете, когда пишет российский Z-публикер, то естественно, что коннотация у него позитивная по отношению к российским военным, а у нас она прямо противоположная. Сначала читаю оригинал, тут же, значит, тут же как бы поворачиваю в нужную нам сторону. Итак, начинаем. Трагический удар по Севастополю. Ну как вы догадываетесь, комический, нет, успешнейший удар по Севастополю, скажем мы. Погибли больше 30 военных, повреждены 3 самолета. Как и обещали, рассказываем о печальных последствиях масштабного ракетного удара. Перевожу на наш украинский язык. Как и обещали, рассказываем о радостных последствиях масштабного ракетного удара по Севастополю. В скобках. То, что можно рассказать, часть деталей мы не будем сообщать, чтобы не радовать врага. В скобках, значит, я перевожу. То, что можно рассказать, часть деталей я вам обязательно бы рассказал, чтобы обрадовать друзей. По данным источников Министерства обороны РФ и среди военных, которые находятся в Севастополе, враг поразил хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находились более двух десяток офицеров. Так что в результате падения обломков взбитых ракет повреждены 3 самолета Су-27 на аэродроме Бельбек. Один из самолетов поврежден очень серьезно. Два практически точно отремонтируют. Кроме того, вражеские ракеты ударили по месту дислокации наших морпехов. Там серьезные жертвы. Всего в результате атаки, тут дальше внимание зачитываю, к сожалению, погибли, но мы переводим, к счастью, погибли 34 военных, 11 из них офицеры, еще около 40 военных, тут я уже от себя скажу, к сожалению, ранены. В том смысле, что к сожалению, всего лишь ранены. Как враг узнал о действительно хорошо замаскированных военных объектов? Вопрос риторический. К сожалению, тоже зачитываю, как есть, предателей в Севастополе меньше не становится. Теперь на нашем языке это звучит так. К счастью, патриотов Украины в Севастополе меньше не становится. Ну слушайте, ну это чистая беспримесная радость, вот эти результаты, пришедшие из Севастополя. Я думаю, что-то подтвердится, что-то в большей степени, что-то в меньшей степени. Вот с этими кораблями, когда одно дело, когда нам сообщает гуру, что он зафиксировал на видеокамеры, как утонул корабль, тогда, конечно, это большая степень достоверности информации. Сейчас меньше. Но это круто в любом случае, да? Правильно говорит Соломон Моисеевич. Слава Украине и Героям славы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова